Привет, меня зовут Александр Завгородний. Представлюсь, я являюсь топ-лидером MLM-компании в бизнесе 9 лет, и бизнес активно развивается уже во многих странах. И в этом видео я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете на e-mail, в личных сообщениях, в соцсетях. И вот я выбрал один из вопросов, который, на мой взгляд, он является таким вот по частоте задаваемости, можно так сказать, но практически на первом месте. Этот вопрос звучит следующим образом. Как делать максимально эффективно бизнес-предложение человеку? Я сейчас говорю не о цельном предложении, там на полчаса, на час, как правильно писать бизнес-план, маркетинг-план, я говорю о другом. Как, заговорив с человеком, со своим знакомым, в процессе беседы, либо же с таксистом, либо же в магазине, либо же вы просто созвонились с незнакомым человеком по рекомендации по телефону, и у вас есть очень ограниченное количество времени, чтобы сделать бизнес-предложение и пригласить человека на встречу. Я думаю, вы сталкивались с тем, что когда вы приглашаете человека на встречу, он вам задает вопрос, а чем вы занимаетесь, да? Ну, практически во всех случаях. И вот от вашего ответа в течение этих двух минут будет зависеть исход, как будут продолжаться дальше ваши отношения с этим человеком. То есть реально этот навык, который будет влиять на темп встречи, соответственно, и на вашу скорость в бизнесе. Я не хочу сказать то, что вам нужно реально выучить сейчас то, что я вам скажу. Я поделюсь с вами своим скриптом, как я позиционирую себя, как я говорю о том, чем я занимаюсь, но вы не сможете меня сразу же сдублировать. Почему? По одной простой причине. Я в бизнесе 9 лет, организация в разных странах мира, автобонус, чек, ну и, скажем так, так или иначе это чувствуется, этот опыт. В вашем случае может быть совершенно другая история. Может быть даже вы с этим бизнес-предложением будете идти к людям, которые вас всю жизнь знали. Строителям, студентам, я не знаю, как там профи в компьютерных играх или еще в чем-то. Тут вы говорите о бизнесе. Поэтому вы должны мой скрипт, мое бизнес-предложение полностью адаптировать под себя, прописать его. У меня есть тетрадь, в которой я до сих пор, я в бизнесе 9 лет, и я пишу, я постоянно обучаюсь, я прописываю какие-то темы, я анализирую подачу других людей. То есть мое постоянное саморазвитие. Вы должны к этому относиться точно так же. Итак, если мы говорим о бизнес-предложении. Самые частые ошибки, которые я вижу, когда мне люди говорят о бизнес-предложении. Первое. Оно все очень обтекаемо. В бизнес-предложении, которое я услышал, я должен увидеть в вас, человека, который мне как личность будет интересен. Это первое. То есть вы меня должны в первую очередь заинтересовать. Второе. Чем вы конкретно занимаетесь? То есть за 2 минуты вы должны сформулировать, хотя бы некую картинку дать. И самый главный вопрос. Это зачем я вам нужен? Потому что в большинстве случаев вы говорите, чем вы занимаетесь. Ну да, хорошо, вы попрощались с человеком. У вас нет продолжения. Цель любой встречи, любого контакта, любого предложения, это назначить следующую встречу и продлить общение. То есть сделать такую некую зацепку. Она делается по-разному. Есть куча разных скриптов, как это достигается. Итак, если мы говорим о бизнес-предложении. Как я это делаю? Ну, самый распространенный, давайте, мой способ. Ну, предположим, с таксистом. Мы общаемся, мы говорим о жизни, мы говорим о нейтральных темах. Всегда я перехожу непосредственно к теме уже за 2, за 3, за 5 минут до того, как я попрощаюсь с человеком. Предположим, беседа звучит следующим образом. Ну, планирую ехать в Израиль сейчас на 10 дней. Там у меня партнеры будут, некоторые встречи. Или вернулся с Рима. Или планирую на конференцию в Киеве ехать. 17-го час, 18-го декабря у нас будет. И человек спрашивает, а что за конференция, чем ты занимаешься? Да, я говорю, я развиваю бизнес, нашел для себя нишу. А что за бизнес? Я говорю, это такой же бизнес, как и любой другой создание, товарооборота, продвижение идеи. А я занимаюсь развитием сети магазинов. Кстати, может быть у вас есть знакомые, которые сейчас рассматривают бизнес-предложения. Я ищу людей, с которыми можно поговорить на эту тему. В вашем случае, как вы это можете делать при общении с вашими друзьями, либо знакомыми? Звучит это следующим образом, что как дела, как жизнь вас спрашивают, вы говорите следующую фразу. Я понял, что тот путь, по которому я иду, или моя работа, или то, чем я занимаюсь, реально это ни к чему не приводит. То есть вообще я никуда не продвигаюсь. Моя жизнь, качество жизни не меняется, ничего не происходит, пора что-то менять. Я недавно познакомился с человеком, который вернулся с Италии, который сейчас развивает бизнес в разных странах, это все или, или же у него бизнес активно развивается сейчас уже много лет. Он мне предложил вместе с ним дальше развивать этот бизнес, ему нужны люди. Я сейчас разбираюсь, вникаю, мне это интересно, мне понравилась идея, что тема воды, сам знаешь, насколько это востребовано. То есть я сейчас в теме. Я вам даю практически гарантию 95-100%, что люди начнут спрашивать, а чем ты занимаешься, а что это такое? Ты говоришь, слушай, это явно не сейчас, не разговор здесь, тем более я еще сам пока толком сформулировать не могу. Хочешь, я тебя познакомлю с человеком, который меня обучает этому бизнесу? Вот это, таким образом, звучит ваше бизнес-предложение. Научитесь делать это эффективно, вы будете постоянно иметь поток встреч, просто нескончаемый. 3-5 тысяч дней это абсолютно выполнимая цель. Ну что, я желаю вам максимально эффективно освоить этот навык и сделать так, чтобы он привел к увеличению вашего бизнеса. Всем успехов!